Привет, ребятки! Уберите пока что на время свои бутербродики и чаечки, уберите на всякий случай подальше от себя колючие и речи предметы и отведите подальше, спрячь где-нибудь беременных детей и женщин слабонервных, потому что у меня сегодня в руках не просто бас, а бомба! Бомба, просто прожигающая пердаки, как термит прожигает бумагу про макашку. Позвольте накинуть вам экспозиции. Реплика Fadera Imperial от известного в очень узких кругах мастера из Екатеринбурга Виктора Новикова, которая стоит здесь в магазине Good Guitars, новая прямо от мастера. Спокойствие, сохраняем спокойствие. Я надеюсь, что все целые, что стулья под вами не прогорели и не взорвались, что ваши стены в комнате не залепаны взорвавшимися мозгами и что домашние ваши не попадали от инфарктов, от воплей. За что такие деньги? Почему так дорого за такие деньги? Я чуть ли не настоящую Fadera могу купить. А вы мне предлагаете вот это, она вряд ли звучит лучше обычного Fender, а столько как два Fender. Я могу Warwick купить, Music Main купить, Spectre купить, еще куча всего. А вы что мне предлагаете? Кого вы хотите одурачить? За что здесь такие деньги вы требуете? И некоторые зрители до конца видео, да, если они, конечно, смотрят до конца, будут продолжать сохранять свой скепс, типа, ну да, да, давай, объясни, почему вот это вот штуково, наверное, так много стоит и почему это нормально? Вот сейчас мы только волосики, хвостик уберем, чтобы на ушах было побольше места для твоей лапши. Давай, продолжай, рассказывай, нам очень интересно. Конечно, каждый склонен думать так, как он считает нужным, но я все-таки считаю, что все эти наши мысли и все наши взгляды должны на чем-то быть основаны. И если же ваши предубеждения настолько прочны, настолько незыблемы, что на них невозможно повлиять никакими аргументами, никакими фактами, то это уже что-то из разряда проблем с башкой. Ну да ладно, начнем с истории. Виктор Новиков один из тех ребят, который в советские времена хотел заниматься музыкой, интересовался инструментами, но в этом социалистическом замечательном раю хороший инструмент было практически не достать, как многие из вас знают. Поэтому, как и многие другие ребята, он решил делать их сам. Благо, что был он по образованию краснодеревщик, соответственно, необходимые навыки и ресурсы для этого занятия у него имелись. И как тоже часто такое бывает, что такие ребята начинают делать инструменты и для других музыкантов, для своих друзей, коллег, товарищей, которые уже на его инструментах довольно много играли, много где выступали, колесили по необъятной нашей родине. Собственно, вот у профессиональных уральских музыкантов эти инструменты до сих пор пользуются почетным и уважением, как и, собственно, и мастер, и они до сих пор на них играют, несмотря на то, что уже давно как бы не бедные ребятки. А однажды Виктор поспорил, так сказать, со своим товарищем Александром Доброславским, очень крутым, известным, опять-таки, в тех местах профессиональным музыкантом. У которого было несколько фадер, что Виктор сделает инструменты не хуже вот этих самых фадер. Собственно, эти самые фадеры и легли в основу вот этого и других инструментов. Всего таких инструментов было сделано 4 штуки. Вот, собственно, это один из четырех. Второй из четырех, леворукий у нашего соседа Гриши. Ну, давайте по спекам пройдемся. Здесь у нас сквозной гриф, причем не просто сквозной, ну, не такой сквозной, как обычно делают. Тут как раз-таки сделано ближе, как вот делается на фадере. То есть, у нас нижняя половинка вот этого сквозного центрального блока из одного дерева, в данном случае это венге. Верхняя половинка из клёна, с полосой венге. И вот эта полоска идет по всему грифу. И вот туда очень аккуратно заходит. Вот эту очень аккуратную кленовую декоративную крышечку сделано. Очень приятно. Еще очень приятно, собственно, вот эта штуковина сделана. Если вам было интересно, каково это играть на синглкатах с этой штуковиной, то, блин, прикольно. Удобство очень хорошее при этом. Материалы приятные. Вот, кстати говоря, крышечка тут тоже не из пластика. Узнаете, вот дорогущий спектр мы возьмем. И там, значит, на дорогущем спектре просто поверх корпуса приделана дешманская пластмассовая галимая крышка. А тут, нет, вот крышечка из такого красивого фактурного дерева. И она даже сделана заподлицо с корпусом. Нифига себе, она отоплена, да? Спектр так не умеет. А вот все остальные почему-то умеют. Хотя, конечно, некоторые недосчеты можно найти, например, где-то в этих местах. Вот это место, кажется, сделано как-то, ну, как сказать, грубовато, что ли. И там красочка немножко неаккуратно где-то тут местами ложится, немножко местами неровненько. Вот если до таких вещей докапываться, то инструмент, конечно, может создавать такое несколько двоякое впечатление. Потому что вот некоторые вещи прям сделаны офигенно. А некоторые, вот, например, накладки из венги прям такого жирного, классного. А вот точки типа не очень ровненькие. И вот это вот такую вот идиллию нарушает. Но, как бы, если вы сразу... А, ну, понятно, короче. Ну, мы так и думали, что это какой-то самопал. Ну, подождите, я еще не закончил уши. Здесь сделаны из двух кусков такого вот фактурного, как полагается, сочного жирного ясеня, которому, между прочим, счет около ста лет. И этот факт вызвал большое оживление у душнил в комментариях под анонсом вот этого баса, фотографии этого баса на стене в группе Good Guitars. Типа, о, ничего себе, дерево, которому целые сотни лет, это поэтому он столько, значит, стоит. Ага, понятно. А как вы докажете, что ему действительно сто лет? Может, там у вас сертификат какой-нибудь есть? История, короче, была такая. Как вводится в наши любимые старые добрые советские времена, не всегда ты мог просто взять и купить в специальном месте то, что тебе нужно. Если тебе было нужно, часто это приходилось, что называется, доставать. И вот, собственно, наш мастер договаривался с людьми, с работниками свердловских окружных мебельных фабрик и выменивал у них годную просушенную древесину на водку. А как-то раз заметил на проходной собачью конуру, сколоченную работниками завода, из офигенного, сочного, красивого, такого лакированного, благородного вида ясеня. Оказалось, что на этом заводе разбирали старые цеха, и там эти половицы были сделаны, собственно, из офигенного, толстенного такого дерева, прям, блин. И, собственно, им было к тому времени уже как минимум полвека. И вот это добро там просто валялось, оно нафиг было никому не нужно, и, собственно, из него делали конуры для собак, его там жгли, и что угодно с ним делали. И вот мастер это дерево все решил оперативно спасти, и в итоге наделал из него много чего, там его уже почти не осталось. Что в этой всей ситуации для меня забавно, что вот если бы не было указано, что дерево 100 лет, то меньшего оживления и бурления у знатоков это не вызвало, потому что они бы спрашивали, а почему это так дорого стоит гидара, там какое-то особенное дерево, которое сушили сотню лет, чем обоснована такая цена? При том, что вот Фадера, самая бюджетная, самая простенькая, самая доступная Фадеры, которая там стоит от 4 с лишним баксов, которая стоит от 4 с лишним баксов, и там что-то как-то немногие такие вопросы задают, о, а почему оно стоит так дорого? А чем вы обоснуете такую цену? Там, наверное, какая-то древесина прям такая дорогущая и древняя. А чем вы докажете, что она такая дорогущая и древняя? И вообще, почему это должно так долго стоить? Неужели она лучше, чем обычная нормальная древесина в других бюджетных более инструментах? Почему-то никто этого не спрашивает, потому что, ну, в принципе, многим уже понятно, что ценообразование не всегда зависит только от дерева, вдобавок к вам никто, нигде, никогда, никакой производитель не покажет прескуранты там своих поставщиков ценами на свою древесину. А, ну да, я же забыл. Ты ничего не понимаешь, звук, потому что материалы качественные, да там грифа по полгода лежат на фабрике, прежде чем из них инструмент будут делать, ты ничего не понимаешь. Американское качество у нас априори вызывает уважение, доверие и восторг, оно не подаётся сомнению ни разу, так и должно быть. Тем более, что он всё равно за такие деньги не будет звучать, хоть он будет из золота сделан. Кстати, по поводу золота, фурнитура тут, конечно, не из золота, но из титана, а именно вот этот вот такой массивный бридж с щелями для быстрой замены струн и верхний порожек. Верхний порожек тоже из титана. Титан, если кто не знает, такой металл, который более прочный, более лёгкий, чем сталь, но при этом гораздо более дорогой и гораздо более сложный в обработке. Поэтому, если мы берём бриджи из стали, из обычной какой-нибудь дешёвой стали, китайские бриджи, мы их можем купить, вот обычно фендерский такой бридж из гнута железки, можем купить буквально за пару фантиков. Если мы берём качественный бридж из качественной гнута железки, например, от фирмы Гота, то он будет стоить там баксов 20-30, если так быстренько по ценам пробежаться. Если к этим качественным гнутам железкам Гота мы добавим сёдла из титана, то эти бриджи уже будут стоить раза в два дороже. Если мы берём бридж целиком из титана, такой вот фендерский, то их делают очень немногие конторы, я буквально там одну или две нашёл, и стоят они уже от... Короче, вот столько они стоят, и это простой фендерский, фендерский тип бридж, а не вот такая вот штуковина. Для сравнения, на Фадерах есть опция, была точнее раньше опция, замена стокового бриджа на более дорогой титановый, и на пятиструнный бас титановый бридж стоил... вот столько. Да, поэтому, собственно, многие владельцы Фадер в России вместо такой вот опции заказывали бриджи, как вот здесь стоит, которые делает, собственно, товарищ нашего уральского мастера. Некоторые сейчас опять же начнут спрашивать, блин, ну, а какой толк с этого титана? Да, он дорогой, но разве он звучит? Разве бридж из этого титана звучит сопоставимым вот этим затратам? Это же просто какой-то способ... Почему нельзя было просто поставить нормальный, бюджетный, хороший бридж, как тот же Гот, и оно звучало бы не хуже? Вот зачем вот эти заморочки? Вы просто цену так накручиваете, вот и всё. Окей, окей. Ну, давайте для сравнения возьмём, например, варвик. Вот сколько будет стоить бридж на пятиструнный варвик-броднек? Пятиструнный броднек, потому что у нас тут тоже пятиструнный броднек. Вот, короче, сколько будет стоить бридж для варвика? Пятиструнный броднек, сделанный из меди, вот который, типа, самый такой правильный, на самых дорогих моделях идёт, медный бридж. Четыреста тридцать пять евро. И что-то я не вижу в обсуждении варвиков, чтобы кто-то говорил, эти варвики неоправданно дороги, потому что там один только бридж стоит четыреста тридцать пять евро. Ну, разве он звучит на эти деньги? Разве он звучит на четыреста пятнадцать евро лучше, чем какой-нибудь обычный, нормально, простой бридж? Это всё какое-то сплошное... Никто так не говорит почему-то, никто не спрашивает, за что такие деньги у варвика? Все, наоборот, на них-то наяривают просто, капец, а тут, пожалуйста, предъявите, за что такие деньги, почему оно такое дорогое? А если оно такое дорогое, то зачем оно такое нужно дорогое? Как эта логика работает? Кто-то сейчас скажет, ну, варвик, потому что варвик это варвик. Варвик это известная фирма, сколько музыкантов известных на них играют, все знают, как они звучат, звучат они потрясающе, особенно те, что подороже. Все их хотят, а вы тут хотите вот за такие же деньги какой-то вот самопал меня, извините, продать? Вы хотите сказать, что он реально лучше варвика? Ну, во-первых, это не варвик, это самостоятельный другой инструмент со своими спецификациями, со своими особенностями, надо сказать, довольно экзотичными. При этом нужно будет учитывать, что, во-первых, варвик это у нас будет БУ, а это новый инструмент, и то, что варвик это у нас все-таки серийка, то есть там у нас отдельно на конвейере фигачатся один с другим грифы на станке ЧПУ, на другом конвейере фигачатся друг за другом корпуса, потом, значит, корпуса эти тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, и так далее. А это у нас вот чуть ли не штучный, единичный экземпляр ручной работы, то есть мастер его сам выпиливал, сам его все эти деревяшки подбирал, склеивал. Если вы хоть немного понимаете там в экономике, в производстве, то вы понимаете, что конвейерная сборка, массовая, потоковая, всегда будет дешевле, чем изготовление такого же инструмента непосредственно руками, непосредственно одним человеком. Фабричный серийный продукт всегда, вот чисто по затратам, чисто по трудочесам, всегда будет в производстве дешевле, чем инструмент мастеровой, особенно такой вот, с такими вот всякими разными заморочками. Конечно же, это не значит, что мастер сделает инструмент лучше, чем сделать чипу, ну, чтобы выпилил лучше, чем чипу. Это не значит, что человек, который там на заводе забивает лады в гриф, забьет хуже, чем сделает этот мастер. Просто вы должны этот аспект иметь в виду, если вы спрашиваете про цену, если вас интересует, а что такие деньги? Потому что оно физически стоило, дороже, чем какая-то серийная сборка. Продолжая тему наших особых спецификаций и характеристик, мензура у нас здесь 35,8 дюйма, на которую струны подходят далеко не все. Вот обычно владельцы вот этих штук рекомендуют DR ставить, которые супер лонг скейл, или как они там называются. И такая мензура, конечно же, добавляет особых впечатлений при игре на этом. И все это ощущается. Вот при такой туши, кстати, туша, блин, вот этот бас весит 5 килограмм, с небольшим даже. Но при этом он, да, он чувствует, что он здоровенный, что он массивный, но при этом как-то баланс тут достаточно неплох. И весь этот вес распределен по этой огромной туши равномерно, поэтому он не кажется прям совсем капец каким-то, блин, нет, он вполне себе удобен, вполне себе приятен. Вот я, кстати, тут еще стриплоки стоят скрытые, данлоп, поэтому, собственно, я не смог ему прилазить пока что ремень. Короче, вот если часто бывает на сквозняках, вот которые у меня попадают в руки, что вроде как бы они со стороны достаточно звонкие, но при этом подачи как-то, блин, вот чего-то не хватает, какой-то остроты. Вот хочется, чтобы каждый наш такой вот удар был такой более острый, как вот, как иголки. А здесь же он, в принципе, по-сквозняковски, да, он прям очень глубокий, очень жирный такой, весь из себя полный, насыщенный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и вот эта вот отача здесь тоже не ощущается, как иголочки, да, скорее, ощущается, как просто удар ножом в грудак, потому что... И сустейн здесь просто космический, потому что ты берешь какую-нибудь, не знаю, там, пару нот, берешь аккордик, и они прям звучат и звучат и звучат, он будто сам по себе заводится, вот настолько здесь резонирует вот это все. И при этом, опять-таки, что хоть такой здоровенный, играть на нем, на удивление, легко, приятно. Я, как бы, взяв его в руки первый раз, не испытал какого-то особого дискомфорта, хотя я примерно понял, как себя ощущают миниатюрные девушки и дети, когда играют, как бы, на обычных пятиструнных басах, потому что, ну, такое, да, себе, конечно, это ощущается, но, опять-таки, все равно, все равно очень приятно играть и очень удобно играть. При том, что инструмент, по идее, всякого рода фанка джазовый, собственно, вот владельцы таких инструментов, как правило, краски, что-то такое играют и считают, что это вот для такой музыки, что они идеально подходят прежде всего именно для такой музыки, не для металла какого-нибудь, например, я вот такую музыку не играю, мне краски ближе, музыка тяжелая, музыка более тупая, и здесь вот это, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он валит, и... И чтобы мне было как-то проще, нагляднее вам эти впечатления передать, то я опять его сравню с чем-нибудь, а именно с... Опять с модулом, модулсом Quantum 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно же, инструменты, разные, и их не совсем вот логично так вот лицом к лицу сравнивать, потому что модулс, он такой более резкий, более яркий, более сфокусированный, более жесткий. Эдже напротив, он очень жирный такой, очень глубокий, более низастый, более упругий. И действительно, да, для джаза-фанковых таких вещей, для попсы какой-нибудь, вот этот упругий такой урчащий тембр, это звучит офигенно. Ну, и для металла он себя показывает... Блять. Короче, в целом, он мне показался не менее внушающим, чем тот же модулс, хотя опять-таки их несколько некорректно так лицом друг к другу сравнивать. И да, тут еще есть прикол в звучках, потому что звучки тут тоже собственной разработки, собственной намотки, под каждую струну тут своя катушечка маленькая, и они, собственно, образуют сингл и хамбакер. И когда у нас все звучки выкручены, все звучки работ вместе, это у нас такое, как полагается, глубоченное, низатое, жирнючее. Если же мы уберем нековый звучок и оставим один бридж, то это, опять-таки, как полагается у нас хамбакеру в такой позиции, более такое что-то серединистое, более верхастая, хотя можно играться тумблером переключения режима катушек. Субтитры сделал DimaTorzok также мне здесь хочется и нековый звучок отметить, потому что понятно, как изменяется его звучание по сравнению с бриджевым звучком или с парой звучков, но при этом у него нет такой прям ярко выпеченной гнусавости, как у некоторых нековых звучков на некоторых басах. Здесь он звучит как-то реально более гладко, что ли. круглежевым звучит сильнее демок басаха или до 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 Кто-то сейчас, наверное, если еще смотрит это видео, говорит, да-да-да, прям вот так мы тебе и поверили, вот настолько офигенный бас, настолько он классно звучит, прям не хуже дорогой фирмы, вот беги и покупай прямо сейчас. Во-первых, я не говорю, бери, беги, покупай. Я просто делюсь своими впечатлениями, потому что это, ну, мои впечатления. Я их испытываю сам, я их не в интернете у кого-то вычитал и решил, что так оно все на самом деле и есть. Потом я понимаю, что да, инструмент специфичный, он не подойдет для всех и каждого, мало кому такой нужен на самом деле, но все-таки у него есть особые спецификации, которые вы редко где встретите, практически нигде на серийках за такие деньги, за меньшие вы не найдете таких спецификаций и ощущение от звука от игры он тоже дает очень особенные. Поэтому уже этот инструмент заслуживает какого-то внимания, какого-то уважения. Вы, конечно, мне и моим ощущениям можете не верить, но на чем ваша вера основана-то в итоге? Почему вот вы так заведомо уверены, что он на эти деньги не звучит, что он этого не оправдывает, что его нельзя сравнивать бесполезно с другими инструментами, потому что он им непременно сольет? И при этом причины его такой цены вы постоянно выворачиваете наизнанку. То есть, если это у нас мастеровой инструмент, в который вложено много трудочасов, много труда одного опытного человека, вы скажете, ну просто такая модель производства неэффективная, и зачем нам переплачивать за работу одного человека, когда ЧПУ делает то же самое гораздо быстрее, дешевле и экономичнее? Мы не хотим за это переплачивать, мы хотим платить за звук, а не за какие-то старания какого-то мастера. Если говорить, что тут дорогое железо, дорогое оснащение, кастомное, особенно вот реально из дорогих материалов, вы скажете, ну разве они звучат настолько лучше, чем обычное нормальное серийное железо? Зачем нам переплачивать? Мы же платим за звук, а не за эти всякие понты. Редкая, старая, дорогая дрессина, опять-таки, тоже стоит больших денег, чем вот то, из чего там на фабрике массово клепают бюджетки. Но вы скажете, ну, во-первых, это надо доказать, что ей 100 лет, а не то, что ее взяли там с бани гнилой, разобранной. И не факт, что она на самом деле на эти деньги звучит, так что какая гарантия, что вот эта древняя деревесина, если на самом деле древняя звучит, лучше, чем обычное серийное дерево из тех же фендеров? Но в то же время, когда мы говорим про дорогущие кастомы, там все встает ровно задом наперед. Потому что там мастера с мировым именем работают сами вот этими вот руками, и работают они не где-нибудь в Китае, в Нью-Йорке, там знаешь, какие зарплаты, там знаешь, какая аренда. Поэтому эти инструменты такие дорогие, а что ты хотел? Там дерево обязательно, там не какой-нибудь фигня ширпотребная с фендеров используется. Нет, там они прям просушивают эти деревяхи, они там очень дорогие, очень ценные. Никто, конечно, там не видел ни цен на эти деревяхи, ни перескуранты, ни прочее. Но это же по-любому должно быть так, это всем известно. Какие могут быть сомнения? То, что там железо стоит, и оснащение, и звучки дорогучие, потому что, ну, это бескомпромиссное качество. Там все сделано максимально для хорошего звучания, без этих ваших нищебродских тем для экономии. Вот как эта логика опять-таки работает? Почему вот так вот тут мы все будем засирать, а там мы то же самое будем восхвалять, как будто это черт знает что, притом там-то оно будет стоить гораздо дороже, чем здесь. И главное, что никто знать не знает, как звучит этот инструмент, как он ощущается, как он играется. Никто его в глаза даже не видел. Все видели только картинку и шильдик. И этого всем достаточно, чтобы знать, сколько он на самом деле стоит объективно, и почем его объективно нужно продавать, и что лучше него объективно нужно покупать. И по итогу вот такие вот штучные, необычные, интересные инструменты могут оставаться без внимания вот просто из-за толпы таких вот мудаков, которые, не зная ничего об инструменте, его заранее заведомо обосрут, и из-за этого другие люди будут от них их обходить за километр, и тоже заведомо их осмеивать, подчиняясь этому стадному инстинкту. Возможно, кто-то скажет, окей, Паш, да, допустим, инструмент в самом деле замечательный, интересный, крутой, и за счет того, что технически он из себя вот это представляет, то, что это мастеровой инструмент из таких-то материалов, с такими спецификациями, он физически стоит этих денег. Но ты же понимаешь, что все-таки это ноу-нейм, а люди, покупая инструменты за такие деньги, хотят себе не просто инструмент, они хотят себе за эти деньги купить мечту. А никто не мечтает о реплике Фадеры от малоизвестного Екатеринбургского мастера. Все мечтают о дорогой, престижной фирме. Вдобавок, все понимают, что если ты такой купишь, ты его потом за приличные деньги и за короткое время не продашь, потому что на вторичке он будет никому нахрен не нужен. Ликвидность и востребованность инструмента на вторичке – это в наши дни все-таки важный пункт в отношении покупки инструмента. Вот сколько чуваков все заказывали всякие разные кастомы мастеровые, а потом не могли их продать и скидывали очень сильно цену и очень долго их пытались какой-нибудь сбагрить, если кто-то вообще в итоге сбагрил. Просто потому, что такие инструменты, кроме этих самых людей, никому больше не нужны, и ты его замучишься продавать. Поэтому и покупать их тоже боятся, особенно за большие деньги. С этим не поспорить. Да, это так и есть, к сожалению, некоторых людей. И ситуация, когда у нас продается мастеровой инструмент по цене чуть ли не материалов, из которых он сделан, это стало настолько нормой, что если кто-то видит вот такой вот инструмент, продающийся по полному прайсу, новый, а не третий цены от себестоимости, то сразу начинает негодовать, «Кто посмел за такие деньги такой инструмент продавать?» Они будут писать то, что ты охренелый, что ты мудак или идиот, то, что решил выставить инструмент свой за такие деньги. Они напишут кучу вариантов, типа вот что за такие деньги можно купить, и что за такие деньги нужно купить, а не вот это вот то, что ты корягу свою продаешь, кому она нахрен нужна? Они тебе напишут, сколько твой инструмент объективно должен стоить на рынке, и подают все это с таким видом, будто, блин, они борются с какой-то несправедливостью или предотвращают какое-то преступление. И опять-таки про качество самого этого инструмента, про его звук, про его ощущение, речи вообще не идет. Просто есть у людей такие понятия, табличка, что вот сколько какой-то инструмент должен стоить, и в которой мастеровой инструмент от неизвестного мастера ну никак не может и не должен стоить дороже у такого-то там инструмента, такой-то модели. А если вдруг ты решил выставить ее дороже, то это все, это не по понятиям, и у них от этого пердаки рвет. Мне все-таки хочется, чтобы люди ценили инструментом по их качеству, по тому, чем они являются, по тому, как они звучат, по тому, как они ощущаются, насколько эти ощущения интересны, неповторимы. Я хочу, чтобы люди уважали, ценили чужой труд и уважали, как бы, рисковый подход, потому что сделать такой инструмент, вложить в нее столько сил, это как бы не хухры-мухры, это тебе не копию Fender сделать дешевую, которую купит по-любому кто-нибудь. И если уж критиковали, то всех как бы справедливо, не предвзято, они вот с этими двойными стандартами. Так что вот приходите сами, Кутки Тарц, и зацените сами. Я не говорю, что вы будете в восторге обязательно, я не говорю, что вы захотите после этого продать там все свои спектры, мюзикмены, варвики и так далее, чтобы купить такой. Я не говорю, что вы захотите купить такой, вот именно за эти деньги. Может, вы его вообще не поймете, не поймете, нафига он нужен, и тем более за такие деньги. Может быть, вас что-то в нем оттолкнет. Может быть, вы подумаете, ну, в принципе, да, прикольно, здорово, интересно, но я за такие деньги его не стал бы покупать, да и в принципе, мне вообще вот эти его спецификации, как бы они особо нужны. Вот у меня мой эпошка есть за 30 тысяч рублей. Он офигенный, я его обожаю. Но это будет реально ваше личное мнение, основанное на личном опыте, а не просто взятые у хрен пойми кого, хрен пойми на чем основанное мнение, которое в лучшем случае будет основано на том, что я когда-то играл на каком-то самопале, и что-то он был вообще не очень. На этом-то инструменте никто не играл, но почему-то уже все решили, что все про него знают. В принципе, я бы его тоже не купил. Будь он два раза дешевле, я бы его тоже не купил, но с модулсом то же самое. Я бы не купил модулс, хоть он очень крутой, и он мне нравится, но я бы его не купил, и я бы не купил его, если бы он стоил два раза дешевле. Просто потому, что ни модулс, ни бас мне не нужны. Вот у меня вот есть мой ибанез. Я вот на репетиции достаю всякий раз и думаю, блин, вот это мой бас, вот блин, все, мне он капец как нравится, все, мне больше нифига в принципе не надо. Просто вот мне повезло, что вот таким вот моим басом оказался старый забытый семьи дешевый бюджетный серийный епошка. И мне он достался очень дешево, но для меня он бесценен, а для кого-то бесценен любимый старенький джаз-бас, для кого-то бесценен дорогущий садовский. И опять-таки он будет говорить, что блин, я не знаю там, что ты про него говоришь, стоит он своих денег не стоит, это лучший инструмент, что он у меня был. Это эталонный инструмент, на котором я играл. Для кого-то таким эталоном является Warwick NT, для кого-то Spectre NS американский. И согласитесь, никто к своим любимым таким эталонным инструментам не подходит вот с таким подходом, типа, ну, если взять стоимость его звучания, стоимость материалов, влияние марки и ликвидность, поделить это на соотношение ценного инструмента к цене на вторичке, за которую я купил, то я считаю, что я избежал переплат за бренд и за маркетинг, и за маржу магазина, и может быть даже за труд уборщицы Габриэлы. И он мне достался по хорошей цене, и это была выгодная покупка. Кто так говорит про свой инструмент, хоть один нормальный человек, вы знаете таких? Вы, скорее всего, просто всякий раз наслаждаетесь и рады здесь своим инструментом. Когда берете их в руки, играете на них, вы думаете, блин, как хорошо, что он у меня есть, как он меня радует, блин. Если он вам достался по халяве, то вы радуетесь, блин, такой классный инструмент урвал по халяве, как мне повезло, блин, здорово. Хотя, конечно, не стоит забывать, что халява, это как энергия, она не может появляться из ниоткуда и уходить в никуда. Если вам что-то досталось по халяве, значит, кто-то это что-то потерял, для него одного халявы не было. Если же вам достался инструмент не по халяве, по полному ценнику, не знаю, может, вы там новый инструмент себе заказывали, вы, скорее всего, говорите при обсуждении таких вещей, кучу денег от него отдал, да, мог бы, в принципе, наверное, и дешевле, там, взять, если поискать, где-нибудь подождать или согласиться на какие-то другие характеристики, не совсем те, которые я хотел, но я хотел эти, я вот хотел такой именно инструмент, я кучу денег за него отдал, я его купил, я им радуюсь, я им наслаждаюсь, я ни о чем не жалею, потому что, как бы, нахрена мне еще, как бы, эти деньги, мне деньги для того, чтобы позволить на них себе в жизни радость и позволить то, что я хочу, а не просто монетки считать и выбирать там, что будет выгоднее и что нет. Собственно, как Гриша. Чувак заехал с гастролями в ЕКБ, там ему довелось поиграть на одном вот из таких, и он себе заказал такой же, только леворукий. Да, он мог бы, конечно, купить какой-нибудь другой фирменный инструмент, но и до этого он не на фигне играл. Но вот он захотел, ему понравилось, он захотел и заказал себе такой же кучей денег, отдал и получил вот то, что его теперь радует. Вот он музло на нем пишет, занимается тут чуть ли не каждый день, на нем басит за стенкой, и что в этом плохого? Неужели человек сделал что-то не так? Неужели человек сделал неправильный выбор? В принципе, у тебя может быть дорогой фирмовый инструмент, хоть целая куча, но не исключено, что ты придешь сюда, возьмешь такой, поиграешь на нем, скажешь, блин, а вот это то, чего мне не хватало, что-то я давно искал, но сам не понимал, чего еще, а вот тут вот, вот оно, вот это то, что мне хочется, то, что мне нравится, то, чего мне не хватало очень давно. И при этом ты будешь понимать, что он стоил в производстве очень дорого, что ты не купишь такой за 500 баксов на ebay где-нибудь, или за 1000 даже баксов, что если тебе понравился такой инструмент, то все, тебе такой больше взять негде, тебе придется платить за него полную цену, платить за него те деньги, что в него были вложены. Ты же не скажешь мастеру, ты, короче, сделал классный инструмент, давай-ка я тебе заплачу за него, за материалы, вот, и ты мне еще спасибо за это скажи, а то, что тут за твой труд, ты еще вдобавок этому я платить не хочу. И ты возьмешь его за такие деньги, ты будешь счастлив с ним. Я понимаю, что этот инструмент, скорее всего, здесь долго провисит, но все-таки я уверен, что он найдет своего владельца, своего человека, а человек, соответственно, найдет вот то самое, что его будет так вот сильно радовать, что его будет так сильно переть. И каждому, собственно, радует так сильно переть, вдохновлять. Ну и хотел все-таки, чтобы люди были не такие узколобые. Вот. Всем большое спасибо за внимание, кто дожил до этого момента. Следующий обзор будет на Modules Quantum, если его не купят, конечно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok